Привет, с вами Sawyer, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И сегодня мы поговорим про самую востребованную веб-архитектуру. Сразу хочу сказать, что под востребованной архитектурой я понимаю реактивные архитектуры. Их очень много разных, но я хочу рассмотреть основной принцип построения таких архитектур. У меня есть более подробные архитектурные стримы на эту тему на сайте Sawyer Pro. Но в этом же видео хочу именно дать обзорное понимание тем, кому эта тема интересна. Но прежде небольшое объявление. Теперь канал будет доступен на многих ресурсах. В первую очередь это Telegram-канал. Ссылка будет в описании, в прикрепленном комментарии. Там будут теперь все и микротексты, и мысли, и обсуждения, и теперь еще и видео. Туда можно подписаться и, в общем-то, все в одном месте, всю информацию получать. Дальше копия видео пойдет на дзен. Там тоже ссылка будет. Open-source проекты остаются на GitHub. Ссылка будет продублирована. Она уже есть в описании канала, но пускай будет еще одна. И я активно собираюсь развивать сайт Sawyer Pro. Туда уходит вся платная подписка, которая раньше была на Патреоне и на Ютубе. Там сейчас есть все архитектурные стримы, там есть сейчас все воркшопы. Сейчас еще меня очень просят запустить несколько курсов по архитектуре, ввиду того, что очень многие площадки сворачиваются. Я много раз говорил, что курсы для меня это не мое, что я их не умею делать и никогда не пробовал делать. Но вот сейчас вероятность того, что я все-таки что-то по архитектуре выпущу, она резко возрастает. Посмотрим вообще спустя какое-то время, насколько много площадок для обучения останется. Если действительно будет такая потребность, я запущусь, вероятно, не 100%. Окей, это вот то, что касается изменений. Еще раз говорю, все ссылки будут прикреплены. Теперь по архитектуре. Вообще реактивное приложение, реактивная архитектура, эта архитектура построена по принципу распространения состояния при изменении состояния любого из компонентов. То есть самостоятельная синхронизация всех стейтов без принудительных каких-то действий со стороны пользователя либо еще каких-то внешних воздействий. То есть если это рассмотреть примитивно, то вот у нас есть какой-то набор компонент. И при воздействии на любой из этих компонентов, при изменении его стейта, автоматически меняются или вступают с ним реакцию, как это часто еще говорят, все остальные компоненты. При этом, если рассматривать полную картину, то реакции учитывают и взаимодействие между всеми компонентами. То есть это полный граф изменений. Такой граф на практике возникает далеко не всегда, потому что, как вы понимаете, здесь очень много лишних обновлений появляется. Но, тем не менее, именно реактивная архитектура, полноценная реактивная архитектура подразумевает полный граф изменений. Здесь, возможно, петли. То есть если мы рассматриваем полный граф, то, соответственно, может оказаться так, что мы войдем в некую петлю, то есть изменили состояние дочернего компонента реактивно. Он повлияет должен на все компоненты, в том числе и на тот компонент, который его изменил. То есть вот такие вещи, понятно, в архитектуре должны быть предусмотрены, для этого есть определенные вещи. И вот в таком варианте, в полном графе, реактивные архитектуры практически никогда не делаются. То есть, как правило, строится все-таки иерархия, да? То есть компоненты, которые должны обновляться, они находятся в некоторой иерархии. То есть мы обновили вот эти компоненты, а не обновили вот эти компоненты. Вот. И эти вещи, эти манипуляции, эти обновления делаются автоматически. То есть это является частью архитектуры приложения. Поэтому она называется реактивной. То есть реакция происходит цепочкой по всем зависимым компонентам. Значит, если мы вспомним, что является противовесом реактивной архитектуры, это интерактивная архитектура. И по сути, что такое интерактивность? Любой графический интерфейс, который у нас есть на экране, он интерактивен. Что это значит? Это значит, что он отвечает на внешние реакции. Есть два участника. Тот, кто влияет на систему, и тот, кто подвергается влиянию. То есть если у нас есть компонент, он интерактивный, на него оказывается влияние, он изменяет свой стейт и самостоятельно отрисовывается. И вот в случае с интерактивностью, раньше были популярны именно интерактивные архитектуры. То есть вы изменили компонент, чтобы другой компонент тоже изменился, вы должны были принудительно обновить его с помощью либо интервального обновления, либо с помощью кнопочки обновить, либо с помощью еще какого-то сигнала, либо с помощью какого-то события, либо еще как-то. Ну то есть в любом случае интерактивность подразумевает, что есть тот, кто влияет, и тот, на кого влияет. Поэтому, например, мы могли бы построить подобие реактивной архитектуры на, скажем, событиях. То есть мы бы распространяли события, оно бы влияло на компоненты, и это вызывало бы действия со стороны компонент. В интерактивных архитектурах всегда есть тот, кто влияет, и тот, на кого влияет. И это основной принцип. Это связь, вот это влияние в интерактивной архитектуре порождает зацепление. То есть мы знаем, на кого влиять и кто на нас влияет. Естественно, компоненты могут влиять друг на друга. В один момент времени один влияет на другой, а в другой момент времени второй влияет на первый. То есть здесь возможны тоже такие связи. Но именно идея в том, что влияние распространяется от кого-то к кому-то, и они друг друга знают. И вот интерактивные архитектуры, они очень часто, их признаком является вот эта всеми любимая кнопочка «Обновить». Вот эти две стрелочки, которые позволяют нам изменить какой-то компонент. Остальные компоненты, естественно, не изменились. Нажали «Обновить», и произошло обновление страницы. Почему нам нужна вот эта кнопочка «Обновить»? Потому что интерактивность, вот если мы возьмем в том варианте, в котором я ее описал, влияние компонента и знания о компоненте, она порождает очень сложные цепочки графов. Граф состояний, очень сложные цепочки, и локальные состояния в какой-то момент в этой цепочке становятся проблемой. И мы дальше посмотрим реактивные архитектуры, их принцип взаимодействия. Там эта проблема решается намного более изящно, чем вот именно прямое взаимодействие и знания друг о друге, да, именно зацепление. Вот, поэтому естественным развитием идеи интерактивности стало не локальный стейт, а глобальный стейт. И ввиду того, что у нас есть среда передачи данных интернет, по которой по HTTP получает запрос, у нас глобальный стейт стал еще и серверным стейтом. То есть локальный стейт, он остался для того, чтобы мы могли что-то отрисовать. Но он также стал изменять глобальный стейт на стороне сервера, и это привело именно к созданию веб-архитектуры. То есть когда у нас были приложения внутри, не сетевые приложения, а именно десктопные приложения, они вот могли хранить свой локальный стейт в каждой в себе, взаимодействовать с другими компонентами. Веб как раз в этом смысле принес вот эту идею. Он расширил интерактивность до того, что появился вот этот глобальный стейт. И теперь компоненты, соответственно, обновляют глобальный стейт. И когда мы нажимаем кнопочку обновить, мы, соответственно, с этого глобального стейта вытягиваем свое состояние. То есть идея глобального стейта изначально появилась в веб-приложениях в виде какой-то базы данных на стороне сервера. И первые приложения, динамические приложения, именно по этому принципу работали. Они были целиком и полностью интерактивны. Они реагировали на реакцию, ты что-то меняешь, обнови страницу, нажми кнопочку, изменится вся остальная страница, потому что они синхронизируются с глобальным стейтом. Естественно, это неудобно. Почему людям понравилась идея реактивного взаимодействия? Все дело в том, что если вы возьмете какой-нибудь там мессенджер, у вас набрали какое-то сообщение, и у вас этот же мессенджер открыт на других ваших устройствах, то как только вы отправили это сообщение, оно еще появилось везде. То есть именно стейт всех приложений синхронизировался. И в случае с интерактивным приложением это было бы невозможно. Вам пришлось на каждом устройстве нажимать кнопочку «Обновить свой стейт». Интерактивное приложение требует всегда действия для своего обновления. И это действие, соответственно, порождает уже обновление. Если мы рассмотрим вот это состояние, как мы вначале рисовали, тогда это выглядит так. Мы изменили этот компонент, потом сказали «Обнови свой стейт этому компоненту», «Обнови свой стейт этому компоненту», «Обнови свой стейт этому компоненту». То есть мы, по сути, должны каждому, каждого просить. Это возможно, конечно, сделать и автоматически, то есть не обязательно это должен делать пользователь. Есть варианты, как это можно сделать, но все варианты, которые делают это без участия пользователя, они все больше и больше скатываются к реактивному подходу. Поэтому интерактивность и реактивность это две крайности. И на самом деле интерактивность и реактивность это когда вы выбираете баланс, то есть вы можете уходить в сторону реактивности. И соответственно очень бывает сложно какие-то гибридные вещи понять это интерактивная архитектура или реактивная, потому что на самом деле это два полюса и между ними можно балансировать. Поэтому там где все изначально делалось вручную, обновить приложение это 100% интерактивное приложение, а дальше пошли уже различные варианты с рассылкой сообщений, это уже было шагом в сторону реактивности. Значит реактивность, распространение реакций и изменение состояний, оно породило идею независимого обслуживания компонентов через общие шины сообщений. То есть один из основных механизмов, который на сегодняшний день используется в приложениях. И в общем-то можно сказать, что реактивность это практически всегда обмен сообщениями, хотя есть фреймворки, которые реактивность реализуют по-другому, но в большинстве случаев это именно обмен сообщениями. И появляется отсюда, начинает формироваться наша с вами реактивная архитектура, которая применяется в очень большом количестве в приложении. Опять же я делаю ее очень укрупненно, логически, чтобы вы могли просто проследить идею. Значит у нас появляется шина. Причем это может быть шина разная, да, то есть это в данном случае может быть как наша с вами программная шина, так это может быть какая-нибудь MQ решение. Но менеджер очередей или шина может быть представлена очередью. Кстати, у меня есть опять же стрим, чем отличается шина от очереди. В простейшем случае очередь может выполнять функции шины, но шина не может выполнять функции очереди, если так попросту сказать. В общем, по-простому если, то у нас есть самая простая вещь, это шина. В шине распространяются наши сообщения. Не буду сейчас уделяться в детали, но это просто среда распространения сообщений, если совсем по-простому. Дальше, соответственно, у нас появляется некая структура, которая является описанием нашего сообщения В зависимости от того, что нам нужно сделать, в сообщении, как правило, есть от кого это идет и к кому это идет Это обязательно и поля, и также кто является владельцем, это очень удобная штука Кто является владельцем этого сообщения, если вдруг это сообщение повторно отправляется То есть from и to не обязательно делает, from не всегда совпадает с оунером, если это сообщение повторно отправляется Во многих системах, в принципе, достаточно иметь, если речь идет о широковещательных вещах, достаточно иметь только оунера То есть формат, самый простой, прощенный формат, это формат только, где есть оунер Владелец этого сообщения, это важно для того, чтобы понять, что с этим сообщением делать Можно оунера определять структурами, классами, в зависимости от того, является ли ваша система распределенной или нераспределенной Это может быть по-разному организовано Но так или иначе у нас есть сообщение, которое через нашу с вами шину, извиняюсь, перерисую Через нашу с вами шину ходит Она как минимум представлена, служебное поле у него минимальное, это владелец И, соответственно, полезная нагрузка это данные Значит, есть у нас шина Дальше возникает вопрос, что делать со стейтом То есть первое, что у нас есть в реактивной архитектуре, это среда передачи сообщений Но сообщение это микропатч То есть есть такое понятие патч стейта И сообщение содержит в себе изменение стейта, которое должно быть куда-то применено Поэтому есть понятие глобального стейта И в большинстве приложений глобальным стейтом все так же выступает серверная сторона Веб-приложение это клиент-серверная архитектура Поэтому глобальным стейтом по-прежнему выступает серверная сторона Которая принимает сообщения, все сообщения Сейчас здесь можно вспомнить уже разные паттерны конкретные, которые есть Там event sourcing и так далее, которые есть в этой парадигме В реактивной архитектуре они реализуются уже многими паттернами И мы это сейчас не будем рассматривать, потому что, говорю, это концепт То есть у нас есть источник, этих источников может быть несколько И все эти источники получают сообщения Значит, здесь важно помнить, что и шин, и источников может быть много И они могут также организовываться в каскады То есть сообщение может передаваться из одной шины в другую Из одной очереди в другую и каскадироваться Это тоже не проблема Значит, глобальный стейт нужен по все той же причине Это точка правды То есть точка правды нужна для того, чтобы мы всегда могли определить В каком стейте у нас сейчас находится состояние И что является эталоном Потому что сообщений может быть очень-очень много Соответственно, порядок этих сообщений может быть разным И возникает вопрос, что нам нужно понять После вот этой, скажем так, бомбардировки всеми сообщениями Что у нас осталось? Вот осталась у нас точка правды Это наше хранилище Поэтому наш глобальный стейт Это, в общем-то, сейчас делают стор Да, и является хранилищем Это наш стейт Так вот, проблема в том, что Если у нас два хранилища Две точки правды Это уже сложно синхронизировать Поэтому, как правило, синхронизация Вот С хранилищ Она делается Либо на уровне того, что есть Мастер-слей в хранилище Но, так или иначе, удобнее и надежнее Иметь одно хранилище Потому что тогда мы можем гарантировать Что порядок применения Сообщений К нашему стейту Одинаковый Потому что раз один порядок Его нельзя в другом порядке разложить То есть наш единственный стор Наш единственный стейт Он и будет точкой правды Значит, далее У нас есть уже непосредственно компоненты В которых также есть Локальный стейт Который также взаимодействует С нашей шиной Значит Здесь вы можете вспомнить Про разделение команд и запросов То есть здесь возникает вопрос Что Собственно говоря Ребята Если у нас есть стейт Стейт это данные Но у нас кроме данных Есть еще Необходимые действия Которые наши Системы должны выполняться И возникает вопрос Что Как мы их будем различать Нужно ли их различать И так далее И да Действительно Оказывается Что наиболее удобно делить на запросы То есть на получение данных Компонент для того Чтобы изменить свой стейт Может отправить сюда запрос Это тоже будет сообщение Это тоже будет сообщение Которое будет содержать определенную структуру Этот запрос придет в хранилище И хранилище ответит на этот запрос Соответственно изменением данных Может содержать команду Да То есть это может быть команда Которая также придет И изменит Какое-то состояние Или выполнит какое-то действие Которое нам необходимо Тем не менее Фокус в том Что есть Понятие широковещательного Запроса Широковещательного сообщения Которое получат все И адресного Да Вот как раз From и To Это еще один компонент Веб-архитектуры Я именно говорю С точки зрения Архитектурного То есть есть Опять же Широковещательный запрос Который получат все И все должны Свой локальный стейт В соответствии с этим Изменением Синхронизировать А есть Адресный вариант Когда мы можем Либо на уровне шины Реализовать возможность Кому это сообщение Должно быть отправлено Либо на уровне компонента Просто отрежектить Или отбросить Те сообщения Которые нам не предназначаются И вот Эта основа Является Базой Практически Всех сложных Реактивных приложений То есть у нас Есть хранилище Как правило Оно глобальное С ним взаимодействует Как правило Через Сейчас это очереди То есть через очередь У нас взаимодействует Но я буду все равно Назвать его шиной Потому что В простейшем случае Это Шина Значит С ним через Шину Через сообщение Идет взаимодействие И есть компоненты Компоненты Которые Не зацеплены Друг на друга Но могут Через общую шину И широковещательные Сообщения Или адресные Сообщения Работать Есть еще Понятие Координатора То есть Это Диспатчер Какой-нибудь Который На самом деле Может Выполнять Функцию Координации Всех сообщений И вот В такой Архитектуре Это Будет Наиболее Эффективно Диспатчер Или Диспетчер Может быть Как серверным Так и Клиентским Получается Что в простейшем Виде Реактивная Веб-архитектура Состоит Из Общей шины Или очереди Компонентов С локальным Стейтом И Возможностью Взаимодействовать С Диспетчером Либо Непосредственно Сразу Со стором Значит Функция Диспетчера Это Координация Всех Запросов И Рассылка Опять же Через Общую Шину Таким Образом Когда у Нас Возникает Изменение В каком-то Компоненте Это Попадает В шину И все Компоненты Которые Зависимы От Этого Изменения Они Оповещаются И соответственно Как положено В реактивной Архитектуре Изменяет Своё Состояние Значит Это Может быть Реализовано Как в Клиент-серверной Парадигме То есть У нас Есть Шина Которая Средой Передачи Например HTTP Запросов И Серверная Часть Это Общий Стор Плюс Диспетчер А Клиентская Часть Это Компоненты Так И Внутри Одного Веб-приложения Где Есть Компоненты Которые Собственно Имеют Целиком То есть Обновление И выкачивание Всего Стейта Но В реальности Это очень большой Объем данных Как правило И Именно Всего Стейта В компоненте Не нужно Содержать Там Нужен Как правило Какая-то Часть Общего Стейта Относящаяся К компоненту И Умение Применить Микер Патч Вот В хорошей Реактивной Архитектуре И В этой Архитектуре У меня Построен Сойер Про Сайтов Клиентская Часть У нас Есть Именно Среда Шина Или Очередь Обмена Сообщениями У нас Есть Возможность Применить Патч И От Общего Стейта Получить Свою Часть Которая Необходима Для От Отображения Вот Так В общем Устроены Практически Все Реактивные Приложения Именно Веб Приложения И Именно Это Идет На Замену Интерактивному Подходу Когда Без Шины Либо Напрямую Либо Через Другие Компоненты С ним Взаимодействуют То есть Вот В этом Варианте Архитектура Получается Намного Гибче Спасибо Что Слушали С вами Был Слойер До свидания